Совсем недавно никогда не служивший в армии Пашинян клятвенно пообещал всем, что к 2050 году армянская армия войдет в число 20 сильнейших в мире. Власть ведь ускользает из рук Пашиняна и ему приходится кормить свой народ всякими мечтами. Уже и в лицо ему бросают на улицах Гюмри, что ничем Пашиняна от Сержа Сарксяна не отличается. Но на том его проблемы не закончились. Пришла беда, отворяй ворота. И вот пришла новость о том, что азербайджанские военные утром 12 августа задержали армянского военнослужащего Ару. Араек, Казаряна, сбежавшего из своей части, на оккупированных азербайджанских территориях из-за бесчеловечного обращения. Как же не своевременно, с точки зрения Пашиняна, все это произошло. Он же, такие обещания раздал, а тут Ару поднял белый флаг, сдался в плен и поведал о том, что причиной его побега стал произвол, невыносимое и бесчеловечное обращение в воинской части, где Казарян проходил службу. Говоря конкретнее, в течение длительного периода времени он неоднократно подвергался физическому и моральному давлению со стороны своих командиров и других военнослужащих, чему свидетельствуют гематомы и раны на его теле. Несложно предположить, что армянская сторона попытается все отрицать. Гематомы и раны на теле Ара тоже. Скажут, что сам себе их нанес. И бил себя, насиловал, унижал тоже он сам. И вообще, можно также предположить, что армянская сторона, в свойственной ей манере, заявит, что этот солдат страдает психическим заболеванием. Так было со всеми армянскими солдатами и диверсантами, переходившими на сторону Азербайджана. Армянская сторона их сразу выдавала за гражданское лицо и находила у него какое-либо заболевание, связанное с психикой. А как же иначе? Ведь не признаешь очевидное, что таких, как Ара в армянской армии много. Просто не все из них в состоянии перейти на сторону Азербайджана, чтобы поведать о суровых буднях службы в армии страны-оккупанта. Все же крайне не вовремя, с точки зрения армянской стороны, сбежал от унижений военнослужащий Яра. Из армии, которая, по словам Пашиняна, семимильными шагами мчится вперед, стремясь к вхождению в двадцатку сильнейших в мире. Какие бы комичные и нелепые оправдания теперь не приводила армянская сторона. Кстати, немало адекватных людей, которые прекрасно понимают, что говорить руководство Министерства обороны Армении, теперь может все что угодно, но реальность уже слишком плачевна. При этом, не исключено, что данная тенденция может скоро стать массовой. Вопреки фантазиям Пашиняна, мысленно улетевшего уже в 2050 год.